Помните вот это видео о вине, которое пил Иисус? Тогда в комментариях вы попросили подробнее рассказать о кошерном вине. Сегодня мы поговорим о нем и поговорим, и наконец-то развенчаем популярные мифы, которых много. Если вы не иудей, ни в коем случае не смотрите это видео. Вам нельзя. Шучу. Поехали. Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн ВИПИСПРО. Если вы хотите разбираться вине лучше, чем сейчас, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео. Мы говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Первый миф, который мне доводилось слышать. Кошерное вино делают только в Израиле. На самом деле нет. Регион здесь вообще роли не играет. Главное соблюдать правила, о них мы поговорим позже. Вы удивитесь, но большую часть кошерных вин делают вовсе не на святой земле. И если подумать, это в общем-то логично. Израиль страна небольшая, винограда на всех не хватит. Поэтому иудеи выручают винодельник Франции, Германии, Италии, США и многих других стран. Там выделяют отдельные участки под кошерное виноделие и делают под контролем раввинов. Вот так, не знали? Второй миф. Все израильские вина кошерные. Тоже неправда. В Израиле очень много виноделин, которые производят вина, не соблюдая кашрут. Почему? Да все очень просто. Делать кошерное вино дорого и сложно. И тут мы подошли к тому, а что же делает вино кошерным. Да и вообще, а что такое кашрут? Свод правил, касающихся питания, называется кашрут. А пища, приготовленная в соответствии с этими правилами, кошерная. В переводе с еврита слово кошерный означает пригодный. В кашруте много разных правил, но нам с вами интересны прежде всего те, которые касаются вина. Вот главный из них. Первое. Собирать виноград и делать вино разрешено только евреям-мужчинам, которые живут по канонам Торы и соблюдают шаббат. Второе. Нельзя брать виноград с молодых лос. Молодыми считаются виноградники первые три года. Виноград с них можно есть, делать из него сок, но для вин не подходит. Третье. На четвертый год виноград тоже брать нельзя. По закону Ревия его нужно было приносить в Иерусалимский храм. Сегодня урожай просто уничтожают в присутствии раввина. Четвертое. Урожай седьмого года тоже запрещено использовать. По закону Шмидты плоды должны опасть на землю. Пятое. Между виноградными лозами запрещено выращивать овощи, фрукты, злаковые. Шестое. Все оборудование для производства вина должно быть кошерным. Седьмое. В производстве вина нельзя использовать продукты животного происхождения. Здесь вы, наверное, удивитесь, откуда там в вине продукты животного происхождения. Дело в том, что не кошерные вина добавляют желатин и яичные желтки, когда осветляют и фильтруют. А кошерные вина в них заменяют бетонитом, глинистым материалом. По закону Маасер, один процент кошерного вина нужно было отдавать в Иерусалимский храм. Сегодня его зачастую просто выливают. Ой, как все строго и сложно, вы наверняка подумали. Теперь становится понятно, почему кошерное вино такое дорогое. Правда? Производителю приходится терпеть убытки и прикладывать к производству гораздо больше усилий. Но все же это окупается, потому что кошерное вино популярно у евреев во всем мире. Кроме того, именно кошерное вино участвует в важных религиозных обрядах. И тут мы подходим к третьему мифу. Кошерное вино невкусное, потому что его варят. Это не совсем правда. Есть два типа кошерного вина. Не пастеризованные и пастеризованные. Первое делается точно так же, как и не кошерное, но только с соблюдением вот этих всех правил, про которые я вам только что рассказал. Если вы сравните их с липой дегустацией, то вы вообще не поймете, какой из них кошерный, а какой нет. А вот второе действительно варят. Этот процесс называется ме-ву-шаль. Готовое вино прямо в чане разогревают до 80 градусов, пока не появятся пузырьки. Зачем? Мы помним, что все операции с вином должны делать только мужчины и евреи, соблюдающие шаббат. Открывать и разливать в том числе. А если это делает другой человек, то вся кошерность мигом улетучивается. И все труды на смарку. Это может стать проблемой, если еврей не открывает вино сам, а пьет его где-нибудь в ресторане или в баре. Чтобы обойти этот закон, предприимчивые евреи придумали лазейку. Считается, что если вино прокипятить, то оно останется кошерным, кто бы к нему не прикасался. Это намного проще, чем проверять родословного официанта, уточнять, соблюдает ли он шаббат. Единственный минус, пастеризация убивает ароматические соединения и сильно портит вкус вина. Поэтому, если вы решили приобщиться к кошерному, советую внимательно смотреть на этикетку и не брать вино с маркировкой МЕУША. Хотя, если хотите попробовать, не стоит себя сдерживать, а вдруг вам понравится. А вы пробовали кошерное вино или вообще любое израильское? Если да, поделитесь в комментариях, как ваши впечатления. В описании к этому видео я прилагаю мой собственный короткий рейтинг израильских вин, которые можно найти практически в каждом винном магазине. Скачивайте в телефон, когда будете возле винной полки, пригодится. Вам понравилось это видео? Вы узнали для себя что-то новое о мире вина? Если ваш ответ да, то не забудьте поставить этому видео лайк. А если вы хотите смотреть такие видео постоянно, то подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых сюжетов. Это канал не про кошерот, но это канал про вино. Помните это!